Головар. Как ты шефа назвала? Головачев, роман сокращенно, все его так называют. Ты разве не знал? Слышишь название фильма и срабатывает стереотип. Местный колорит в образе бандитов и их разборок. Да, все это присутствует и в картине, но поверхностно. История местного нефритчика – драма, увидев которую каждый сможет сделать для себя определенные выводы. То, что мы знаем, но не всегда делаем на это акцент. То есть мы пропускаем мимо лишний раз, чтобы люди перегрузились и как-то по-новому посмотрели на себя и на всех людей, которые их окружают. Ты думаешь, мне все легко доставалось? Когда в 90-е у меня вот так вот ствол под мордой держали, я делал вид, что не боюсь, а душа в пятках тряслась. Головар собрал вокруг себя людей, хорошо известных в республике. Депутат городского совета, популярные журналисты предстанут в необычных нам образах. Впрочем, будут среди персонажей и уже знакомые по другим картинам лица. Боялись, что не получится ли так, что в этой картине я буду играть решало. Это было сложно. Но мне кажется, как сказал режиссер, я оправдал свою профессию. Я актер, герой получился другой, качественно другой. Это хорошо. Вроде справился с задачей, не знаю. Все равно судить зрителю. А начинать можно уже сейчас. В прокате фильм стартовал сегодня, 5 апреля. Не считая Улан-Удэ, Головар увидят также в Тюмени, Иркутске, Чите, Екатеринбурге и Хабаровске. От того, как зритель примет киноновинку, будет известна судьба ее второй части. Это я с вами, что ли, на аукционе подался? Да пойми, нефрит, не твоя тема. Надо как-то договариваться. А я тебя сюда не звал порядки устанавливать. Вы тут ничего не получите. Это наша земля. И таким, как вы, здесь не место. Алексей Унагаев, Ксения Шабаева, Бато Гармын. Новости дня. Меня, мама.